Всем привет! Сегодня мы вам расскажем последние новости из жизни... Милана Некрасова и Женя Лизагуб договорились пожениться после 20 лет. Тиктокеры в одно время выложили ролики друг о друге, в котором сообщили, что поженятся, если не найдут никого другого. Стоит отметить, что блогеров давно подозревали в ненружеских отношениях. Лизагубы даже обвиняли в педофилии, так как Милане не даже 16 лет. 14-летняя Милана Хаметова поделилась новыми фотографиями Содыха. В комментариях тут же открылся портал ВАД. Милану стали осуждать за то, что она сексуализирует себя и намеренно постит полуголые снимки. Подписчики считают, что в таком юном возрасте рано размещать в интернет фото, даже в купальнике. Милана Стар вместе с мамой высмеила своего папу. Милана сняла ролик, в котором задает вопрос «Где папа?» своей маме Ирине. В ответ женщина лишь пожимает плечами. Ранее Милана признавалась, что не общается с отцом последние 5 лет, а также что он не платит ей алименты. Сам Виталий не отрицает этого. Он считает, что уже сделал достаточно для своей бывшей жены и дочери, отдав им все, включая свою большую квартиру в центре Москвы. Влад Бумага становится Сигмой. Фанаты считают, что некогда детский блогер начал серьезную трансформацию. В своих социальных сетях Влад начал демонстрировать не только свои спортивные достижения, но и, например, навыки стрельбы. Блогерша Настя Бэтбарби показала платье из новой коллекции своего бренда одежды. И куда в таком ходить? Гарри Харламов высмеял Григория Лепса за роман с 18-летней девушкой. В шоу ПВН комик пошутил про отношения 62-летнего артиста с юной Авророй. При совместном досуге всегда нужно идти на компромисс. Например, сначала мы смотрим «Синий трактор», а потом я полчаса рассказываю про реформу Троцкого, сказал Гарик. Григорий Лепс рассказал, в чем секрет счастливых отношений. При совместном досуге всегда нужно идти на компромисс. Например, сначала мы смотрим «Синий трактор», а потом полчаса рассказываем про реформу Троцкого. В дом приемного отца Дани Милохина кинули коктейль Молотова и записку с угрозами. По словам Дмитрия Тюленева, поздно ночи во дворе его дома раздался мощный хлопок и загорелись твой материалы. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Утром во двор в семье забросили записку «Милохина СВО семейковат». Тюленев перевел детей на домашнее обучение. По ночам семья не может спать и ведет дежурство. В 2023 году мужчина жаловался на давление со стороны городских властей. Летела во двор бутылка с зажигательной смесью. Это коктейль Молотова. То есть загорелись тройматериалы, чуть не загорелся дом. Хорошо, мы просто были дома. Мы с детьми поздно приехали. Я детей привез с работы. И все это быстро увидели, быстро потушили. Быстро приехали пожарные. На месте была следственно-оперативная группа. Но это просто жесть. Теперь мне придется... Теперь мы не спим ночью. Теперь мы дежурство ведем по ночам. Дети не ходят в школу у нас. Дети теперь на домашнем обучении я перевел заранее, когда стали угрозой поступать. Потому что я переживаю за детей. Но это вот просто... Это жесть. Маха Горячего внезапно объявила о расставании с Лешей Сфиком. Маша заявила, что хочет побыть одна и разобраться в себе после длительных отношений с бывшим супругом. Маша хочет почувствовать, каково бы самостоятельной единицей. Подробности разрыва Маша не сообщила. С Лешей они были всего пару месяцев. Амина банит на фанатов, которые упоминают Егора Крида. Если кто-то из зрителей стрима пишет у Амины в чате про Крида, то этому человеку сразу выдается бан на некоторое время. Ранее Амина и Егор уверяли, что у них все в порядке. И они друзья. Очевидно, что это не так. И на самом деле между ними было нечто большее. Что в итоге привело к ссоре. Более того, они больше нигде не появляются вместе. Не приходят друг к другу на стримы. Хотя раньше это происходило постоянно. В Андройске четверо суток ждали Мишу Литвина под его окнами, чтобы получить от него задание. В итоге блогер все-таки вышел к парням и дал задание. Они должны найти популярного американского стримера iShowSpeed и заставить его выпить энергетики Литвина. За выполнение задания Миша обещал по Андройскому награду, но какую пока не сказал. Слушайте, я просто наблюдаю за пацанами. У них там надпись «Не уйду, пока Миша мне не даст задание». И на самом деле, сколько, Юра, они тут находятся? Они уже, по-моему, пятый день. Они пять дней ночуют на траве, прикиньте. Я просто реально решил проверить, уйдут или нет, но они нихуя не уходят. Они там конкретно зафиксировались. Все, надо пойти, наверное, дать задание пацанам. Что, пацаны, сколько ждете? Четвертые сутки пошли. Молодцы. Что мне нужно сделать? Задание вам дать? Да. Я просто не знаю, какое вам здание дать? У вас загранпаспорт есть? Да. Есть? Реально? Вы стримеры? Да, потихоньку. Ну, если вы стримеры, вот так на ум, вот так сразу, первый, кто попадается из самых популярных стримеров в мире, сразу. Чего? Блядь. Я забыл, как его зовут. Вот, что ты сказал? Спидшоп. Ай-шоу спит, пацаны. Знаете его? Знаю. Надо найти его и дать ему глоточек Лит Энерджи. Это вот задание вам. Нихуя себе, блядь. Ну, как бы, вы же, ну, вы должны были понимать, что я же не могу дать какое-то простое задание. Награду, которую я вам дам, я не буду сейчас говорить. Привезете видео с тем, как он выпивает глоточек, то я не обижу. Делайте. Делаем. Так, ребята, пацанам задание дал. Пока можете написать мне, что они заслуживают, если вдруг выполнят задание. Какой приз? Продолжение следует. Продолжение следует.